Всем-всем привет, с вами Стив Про, и сегодня я покажу 20 секретов в Майнкрафте по поделишн 1.0.0. Что друзья, начнём с первого секрета, и первый секрет Майнкрафта заключается в шалкерах. Если в руки возьмёте красителя, то с помощью красителя вы сможете покрасить вашего моба-шалкера, просто удержав краситель в руках. Мы сможем его красить. Друзья, вот такой секрет, и я думаю, что многие об этом не знали. Что ж, второй секрет заключается в растениях Эндермира. Чтобы посадить вот такие блоки, вам понадобится под ним поставить Эндермира, после чего через несколько минут у вас вырастет вот такое дерево, и растянем оно будет бесконечно. Ну, вы также сможете срубить, и всё дерево срубится. Друзья, как видите, всё срубается. Что ж, я уберу лишние вещи, чтобы они нам не мешали. Третий секрет заключается в Эндерголове, её можно активировать с помощью рычага. Как видите, Эндерголова начинает шевелиться. Ну, если вы выключите, конечно, она остановится. Что ж, я переходим к четвёртому секрету. Четвёртый секрет заключается в Эндергде. К примеру, если вы сидите по лоткорусу, то вы телепортируетесь в случайное место. Это довольно прикольно. А также должно пройти некоторое время, чтобы вы могли телепортироваться дальше. Пятый секрет заключается в Эндеррице. Чтобы его дропнуть или брать с собой, вам понадобится подставить поршень и активировать его. После чего вы спокойно сможете забрать это Эндеррицо. Ну и также обратно его поставить. Друзья, это был пятый секрет, а мы переходим к шестому. Шестой секрет заключается у нас в губке. Собственно, если у вас есть мокрая губка, то её можно засунуть в печь и сделать из неё нормальную сухую губку. Для этого вам придётся поставить уголь и, друзья, всё это засунуть в печку. После чего мы получаем совершенно обычную сухую губку. Как видите, сухая губка. Что ж, друзья, у нас начался дождь. Давайте мы это всё дело отключим. Заключим. Чтобы он нам не мешал обзору. Так. Минуточку. Отлично, друзья. Что ж. Седьмой секрет заключается в жителях. Оказывается, на них можно одеть броню. Если оденься на такого жителя броню. Вот, к примеру, я одел сейчас на него алмазную броню, друзья. То убивать его будет намного сложнее и намного дольше. То есть, хп у него увеличится, потому что он надел броню. Как видите, рукой я убью уже его довольно долго и он не умирает. Что ж, друзья, переходим к восьмому секрету. И это временно девятому. Собственно, восьмой секрет заключается у нас в красках. Ошельник вашего собаки. Вашей собаке вы можете покрасить в любой цвет с помощью красителя, зажав его в руке. Ну, а девятый секрет заключается в гнилой плоти. Если у вас много гнилой плоти, то с помощью него вы сможете кормить вашего питомца. И это просто замечательно. Я думаю, что об этом тоже многие просто-напросто не знали. Друзья, возвращается черный кран. Сейчас, минуточку, и все пропадет. Собственно, я думаю, что у многих бывает очень много гнилой плоти. И вы не знаете, куда ее девать. Но теперь вы знаете, что с помощью нее можно кормить вашу собачку. Что ж, друзья. А мы переходим к десятому секрету. И он заключается у нас в снежке. Ну, здесь был инфрид. Давайте я его заспавлю даже. Собственно, заключается этот секрет в инфриде. Если у вас будет инфрид, то с помощью снежка вы сможете убить его. Не просто нанести урон, вы сможете его убить. Да, у тебя как видите, он умирает. Если вы будете кидать снежок у других мобов, то они даже не будут получать урона. Поэтому, друзья, с помощью снежков и запросто сможете отправиться в ад и надрать морду этим наглым инфридом. Переходим к одиннадцатому секрету. Одиннадцатый секрет у нас заключается в доспехах и седле. Собственно, друзья, если кто-то не знал, то седло и доспехи лошадей спавнятся только в сундуках в деревне. То есть скрафтить их невозможно. Ладно, друзья. Двенадцатый секрет заключается в аду и куда мы сейчас и отправимся. Что ж, друзья, если в аду вы взяли с собой часы или компас, то работать они здесь откажутся и будут показывать не знаю что. Они будут просто ходить из сторону в сторону. То же самое, при этом с компасом будет просто двигаться в сторону, в другую сторону, друзья. И это довольно прикольно. Ну, как понимаете, что в аду нету места спавна и нету времени. Поэтому предходит вот такая чертовщина. Что ж, переходим к следующему секрету. И это у нас, наверное, уже тринадцатый секрет. Заключается он в курицах и оцелотах. Если рядом с курицей появится оцелот, то он их... А, друзья, это был отброс. Извиняюсь, перепутал. У них очень похожие яйца. Собственно, давайте мы найдем нашего оцелота. Это у нас оборванец. А где же у нас оцелот? А вот, друзья. Да, как я говорил, он очень сильно похож. И, собственно, смотрите. Сейчас. Так, сейчас мы убьем этого отброса. Наверное, он ему мешает. Так, собственно, убиваем отброса. И, как видите, курицу он убил на ура. Ну, что это оказывает, что оцелот это хищник, и он готов убивать птиц. Что ж, друзья. Четырнадцатый секрет включается в вот таких блоках. На песчаном блоке мы увидим цифру 2. А на песке душ мы видим лица криферов, которые, как бы, были забанены. Собственно, оцелот убил и уже вторую курицу. Ладно. Пятнадцатый секрет включается в воде в котле. Ее можно покрасить с помощью красителей. Например, мы сейчас покрасим ее... Мы не покрасим, друзья. Извиняюсь, давайте я поставлю все обратно. Берем котел и берем мы нашу воду. Что ж, отлично. Мы ставим это все. Заливаем воду. И теперь мы все можем это красить. Подождите. А, просто нужно тапать. Смотрите, и мы все это красим. Ну, ура. Что ж, друзья. Я думаю, что об этом тоже многие не знали. Хотя, с помощью такого способа можно красить броню. Шнадцатый секрет заключается у нас в луге. Если с помощью обычной стрелы вы стрельнете в железненную кнопку, то он активируется. Также, это произойдет из нажимной плиты. Плитой, точнее, друзья. Семнадцатый секрет у нас идет уже про... Давайте посмотрим, что. Про цветной шрифт в Майнкрафте. То есть, вы сможете писать с помощью вот такой штучки, друзья. Настоящим цветным шрифтом. Даже с помощью букв. И это будет замечательно. Что ж, давайте все ложить обратно. А все идет не так, как я хотел. Так, отлично. Размещаем. Что, друзья. Следующий восемнадцатый секрет заключается в какао-бобах. Чтобы их вырастить, вам понадобятся джунглевые... джунглевые древесины. После чего вы сможете выращивать какао-бобы. Это просто замечательно. Девятнадцатый секрет заключается в кроликах. Цвет кролика зависит от биома, в котором он находится. Друзья, это просто замечательно. Последний, двадцатый, на сегодня секрет заключается в печке. Вы, наверное, когда-нибудь хотели бы положить в печку, к примеру, вот эту железную дверь. Но у вас это не получалось. То есть, вы заходите в печку, а положить вы не можете. Но, собственно, чтобы положить какой-то предмет, вам понадобится воронка. И в воронку вы выкидываете предмет. Позле чего через воронку этот предмет будет перемещен в печку. Как видите, чудом мы засунули туда железную дверь. И это просто замечательно. Что, друзья, я надеюсь, данные секреты были для вас полезны. И вам понравилось данное видео. Поэтому не забывайте ставить лайки, а также подписываться на канал.